МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это такая жизнь. Чтобы делать деньги из воздуха, не обязательно быть Остапом Бендером и знать 400 способов относительно честного отъема наличности у населения. На нем в воздухе можно реально строить бизнес, и речь не о продаже азота или кислорода. Главное – вовремя проявить смекалку и неплохо заработать на товаре, который и товаром назвать, как-то язык не поворачивается. Мой коллега Юрий Степанов о деловой жизни наших земляков, которые торгуют облаками, воздухом, морской водой и свежим ветром. А с регистрацией у вас как, гражданочка? С регистрацией все в порядке, пожалуйста. Мультипаспорт, пожалуйста, прошу. Мультипас. Мультипаспорт. Знакомьтесь, Оксана Трегубова. Второе гражданство – Селенид. Это вы думаете, что она актриса Краснодарского молодежного театра. Но на Земле она временна. Сердце ее в 380 тысячах километрам. На Луне. Это маленькая точечка. Это и есть моя... Родина. В общем, конец света, если наступит, мне есть куда податься. Сертификат на владение кусочком Луны достался ей на день рождения. Сейчас Оксана осваивает конституцию планеты. А то завезут туда воздух, а она не готова. Связь со своим спутником у Оксаны постоянная, как у космонавтов. Знак зодиака Рак, покровитель Луна – это раз. В квартире целая колония лунатиков – это два. Лунный камень на веревочке имеется – это три. Есть даже роль в спектакле «Ночь перед Рождеством». Душа болит, когда черт месяц пройдет. Это первая недвижимость за границей. Это... как за границей? За границей атмосфера. Ну да, да. Другие континенты мы осваиваем, как говорится. Космос. Теперь в полнолунии Оксана все чаще чувствует тоску по еще одной родине. А на следующий день рождения она потребовала от друзей телескоп. За участком нужен глаз да глаз. Где сегодня Луна? Луна и чего только восходить? Где она примерно? Там. Заведующий обсерваторией Кубанского госуниверситета Александр Иванов ждет в гости своего однофакультетника Юру Хадзицкого. Когда-то вместе учились здесь на физиков. Теперь один за Луной присматривает в телескоп, другой ее продает по кускам. Юрий Хадзицкий – кубанский атташе корпорации «Лунное посольство», который основал американец Деннис Хоуп. По законам США, Луна предложит одному человеку. То есть не американцы. Эта история уже 30 лет тогда. Эта история в 80-м году это началась. И за это время никто претензий не предъявлял. Хоуп посчитал Луну бесхозной, выиграл суд в своем штате, а затем оповестил все государства, что Луна теперь его. Обидно, но астрономы за фотографирование частной собственности платить отказываются. Такой момент есть. Это в одном штате, кстати, только в одном штате США. В Калифорнии, да. Да, где есть такое. Вот что есть, то мы можем захватывать. Реально же по-прежнему, как Антарктида, так и все тела Солнечной системы остаются, ну, собственно говоря, представляют собственность всего человечества. Жаль, с Луной сегодня не очень, облака мешают. Свои 6 соток мне приходится выбирать на мониторе. Хочется Фазенду в море дождей или в море плодородия, в море кризисов или в океане бурь – поди потом продай. Средняя цена акра – это 40 соток, около 100 баксов. В основном народ разбирает куски Луны на сувениры. Но многие граждане США всерьез верят, что законы Калифорнии действуют и в нашей галактике. Мы каждый год слетаемся в Неваду, американские послы, все послы всего мира, в 15 странах посольства работают. И я был главным лунным посольством, там очередь стоит, люди покупают большие площади, то есть они вкладывают реальные деньги. У кого же больше прав на спутник Земли? У нас, как первых, кто закинул туда космическую железяку? Или у американцев, мывших в лунных моряк свои лунные сапоги? Юристы еще спорят. А вот у продавца консервированного воздуха Алексея Нечапуренко с документами все в порядке. Есть лицензия и разрешение правообладателя. Воздух в банках в нашей стране, официально зарегистрированная марка. Сочи. Сочи подороже наверняка, да? По-любому. Смотри, есть вот такие, видишь, подделки. Люди пытались. Это, да, это контрафакт. Мои конкуренты воздух портят, сетует Алексей. У них и жесть не та, и этикетки. В общем, вдохнуть полной грудью не получится. Да и воздух они набирают в ближайший подворотник. Но опытный специалист легко отличить послевкусие 10-процентного аромата олимпийской стройки от 5-процентной ноты геленджикского автовокзала. Даже вокзал есть. На вокзале? На вокзале замок геленджика. Ты должен сразу его почувствовать. Лето. Сосны. Геленджик. Жестянки с ароматами приморских городов для курортников отличный десерт к загару, делится опытом Алексея. А вот вдохнув краснодарский воздух, иногда хочется сдохнуть. Воздух Краснодара почему не упускается? Наверное, не так популярен. Потому что все-таки побережье есть побережье. И люди там отдыхают. И всегда хотят, скажем так, иметь памятные сувениры. У Нечапуренко немало последователей. Они делают деньги не только из воздуха, но и из воды. Логику туриста, как квантовую теорию, понять трудно. Но факт остается фактом. Вместо того, чтобы набрать полторашку черноморской воды рядом с лежаком, курортники покупают ее ради красивой этикетки в сувенирной лавке. О юридической стороне бизнеса на общественном достоянии мало кто задумывается. Но скоро этой халяве может прийти конец. Приватизировать воздух и воду в одном коммерческом флаконе смогли только в гейске. Иногда завидуешь людям. Слова детской песенки «Облака белогривой лошадки» они воспринимают как коммерческое предложение. Море, облака, небо, песок и все остальное. Эти люди, они на всем этом умеют зарабатывать. Повелитель облаков, хозяин неба, как только не называют Владимира Осипова в родном городе. И все потому, что 10 лет назад тот заявил о своем праве на все облака. Все по закону. Первонаперво нашел ничейную тучку и обратился в ОВД с просьбой найти ее хозяина. Бедным милиционерам таки пришлось выдать ему бумагу, что у перистой и кучевой движимости владельцев не обнаружено. Так миллиарды тонн воды оказались во власти Осипова. «Это является инструментами мягкой силы, которая предоставлена России для того, чтобы через эти облака весь мир, глядя на облака, вспоминал, что есть такая страна, есть такое государство российское. И все эти облака принадлежат этому великому государству». Осталось научиться этих беспризорных белогривых овечек пасти. А это, убежден Владимир, дело ученых. По его словам, США и Израиль на изыскание по управлению погодой выделили 50 миллиардов долларов. Можем не успеть. «То, что облака в будущем будут являться товаром, и то, что облака в будущем хотят превратить в средства оружие, это будет». Россия, как одно из сильнейших государств мира, должно свою собственность защищать, убежден Осипов. И через программу «Такая жизнь» делает сенсационное заявление. «Облашность той планеты, которой вы сегодня, наблюдаем, и которой по прецедентному праву я, как можно сказать, присвоил, я передаю нашему любимому государству, которое будет распоряжаться ним по всему земному шанру». Лично мне после такого меморандума полегчало. Вода вновь стала общей. А то я всерьез стал беспокоиться за свое тело. Ведь, как известно, оно на 80% состоит из влаги. Как ты не очень хорошо себя чувствуешь, когда большая часть тебя принадлежит совсем не тебе. Если же и у вас возникла мысль делать деньги из воздуха, воды и прочих природных богатств, то хорошенько изучите Российскую Конституцию. Там вроде бы все общее, но чиновники без лицензий вам заработать не дадут. Впрочем, в нашей стране возможно все. Такая жизнь, к примеру, решила ловить золотую рыбку в мутной воде реки Кубань. А почему бы и нет? Всего-то надо старые этикетки, а содержимого хоть залейся. А главное, народ у нас доверчивый. При соответствующей сноровке впарить ему можно все, что угодно. Употреблять можно, но только не внутрь. А как ее употреблять? Ну, например, если вы помоете руки, то будете пахнуть Кубанью. А это адекватный запах? Спохватились мы вовремя. Брать денег с гостя не стали. Отдали флакон за так. Такая жизнь с законами дружит. Но я не удивлюсь, если в следующем сезоне на сувенирных витринах в красивых бутылочках появится вода из Кубани. Юрий Степанов, Владимир Захаров и Геннадий Шапошников. Такая жизнь. Обсуждение этой и других тем читайте в бесплатной газете «Вабанка» в Краснодаре каждую субботу. Это была такая жизнь. Мы ждем вашей истории по телефону 254-22-33 или на адрес live9tv собаку-мейлеру. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова